5 марта Десногорск посетила первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по вопросам семьи женщин и детей Ольга Окунева. В местной приёмной партии «Единая Россия» она приняла горожан по личным вопросам. Темы встреч были разные, но было и общее. Горожане не могли разобраться с ними в одиночку. На встрече также присутствовали руководитель Десногорского местного отделения партии «Единая Россия» Александр Новиков и депутат Смоленской областной думы Михаил Лосенко. Работа коммунальных служб, благоустройство города, а также личные заботы, такие как выплаты алиментов и трудоустройства, по всем обращениям Ольга Окунева дала рекомендации дальнейших действий, а также правовую справку по каждой конкретной ситуации. При этом, несмотря на регулярную оптимизацию законодательства, иногда есть объективные препятствия для его корректного функционирования. «Может быть принят закон, закон может быть хорошо работающим, но на основании закона принятые подзаконные акты, ведомствами, соответствующими профильными министерствами не позволяют реализовывать то или иное право. И это становится тоже понятно во время приема в граждан. Понятен закон, непонятен, он правильный, неправильный». Частью визита стало посещение средней школы номер два. Совместно с представителями местных организаций была оценена долгожданная обновка учреждения – 15 новых окон в трёх помещениях. Инициатором их установки выступила Смоленская АЭС при содействии городской администрации. «Есть такой хороший дружеский тройственный союз. Смоленская атомная станция, администрация и вот в качестве исполнителя такого фонда. Сначала идея, потом деньги и очень быстро тогда реализуются. На сегодняшний час у нас практически все окна уже стоят». Всего же по этой программе предусмотрено 60 стеклопакетов для всех городских средних школ. Их установку завершат полностью 1 апреля нынешнего года.